6 августа 2021 года здравствуйте дорогие наши друзья сегодня в нашем выпуске блога мы как всегда рассказываем вам о том что творится на святой земле сегодня ну а что у нас творится то что в принципе происходит везде а именно жара и пожары вот сегодняшний наш выпуск мы назвали летний отпуск в аду и вы скоро поймете что это название очень точное точнее наверное не скажешь и начнем мы с того что мы расскажем вам о том как относимся к жаре и к туризму мы с рафаилом 2 старых иерусалимских гида гида по израилю по святой земле и уж вы не обижайтесь но мы будем говорить все как есть а почему и зачем любую вещь которая происходит вокруг тебя нужно как-то анализировать давайте какую-то внутреннюю оценку называть вещи своими словами и вот мы видим большую связь между глобальным потеплением жарой и туризмом а также конечно мы сегодня обратимся к библии и посмотрим как на все эти вещи смотрит собственно библия вот такой выпуск у нас впереди ну что отправляемся в путь давайте а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Они вспоминают, ой, какие у нас оливки, какие у нас цветочки. Это как раз все зимой, это не летом, никак. Но ведь почему мы так вот не любим жару, те, кто ее не любим? Ну вот казалось бы, жара, это же такое вожделенное состояние людей, которые живут в северных странах. Ну, я могу сказать, почему я не люблю жару, лично я. Во-первых, в жару совершенно невозможно думать. В жару невозможно заниматься никаким творчеством. Учиться невозможно. Если тебе нужно работать в жару, нужно просто сидеть в кондиционированном помещении и не выходить на улицу. То есть это искусственная такая жизнь. В жару нельзя гулять днем в удобное тебе время, а можно гулять только тогда, когда же распадает, то есть рано, утром, поздно, вечером. А-а-а, ну зато можно загораться, да? Загорать. Загорать, загорать, отдыхать, купаться, нежиться на пляже. Вот за это, скорее всего, все и любят жару. А еще можно красиво одеться, оголить плечики, ножки, показать свою классную фигуру. И вот привело это все, как мне кажется, к развитию такого культа туризма и туризма именно в жаркие страны, к пальмам, кокосам, пляжам и так далее. Чунга-чанга. Такой есть мультик, да, советский? Кстати, вы знаете, что в древнем реме, например, девушкам благородного происхождения считалось крайне неприличным носить загар. То же самое касается 19 века. Вот ты вся черная стала, как простушка. Деревенские же девушки, наоборот, они были загорелыми. Но не потому, что они загорали для красоты, потому что они беспрерывно трудились в поле. И, соответственно, они вынуждены были, находясь на улице, постоянно руки и лицо подставлять солнцу. Ну, а сейчас вот мы с ужасом рассматриваем фотографии, которыми сейчас полна сеть интернета из городов России, Европы до мира вообще всего, где стоит страшная жара, и как себя в эту жару ведут люди. Оголяются, загорают, наслаждаются солнцем, совершенно не понимают опасности. Ну, дело в том, что нас сейчас будут упрекать в том, что мы кого-то осуждаем. Дело тут не в осуждении, тут дело даже не в паритонизм. И пусть люди ходят хоть как папуасы, пусть ходят даже голые совсем. Дело не в этом. Солнце, ребята, это опасно. Вы знаете, что такое солнечный удар? Люди от этого умирают. А вы знаете, что такое солнечная радиация? Что такое рак кожи? У нас в Израиле врачи предупреждают. Вот, вот как мы ходим в жару. Посмотрите, как ходят в жару местные палестинцы. Они ходят в национальной одежде, и они ходят так, как ходить в жару правильно. Они закрываются, прячутся от солнца. Но тут уже, понимаешь... А загораются? Палестинцы загораются? Загорают. Нет, палестинцы не загорают. Они, наоборот, всегда от солнца прячутся. И здесь дело не только в целомудрии женщин, верующих. Или мужчин. Допустим, христианки-женщины ходят. Вполне даже открытые, вполне, скажем так, современные по-европейски. Они просто знают с детства о вреде солнца. Они понимают, насколько это чревато опасно. Солнце иссушает, уничтожает человеческую кожу, делает ее старой, морщинистой, покрытой всей пятнами пигментными. То есть это крайне, крайне вредно. Израиль не перестает просто по радио, по телевидению беспорывно. Кремы, защитные кремы от солнца. Не выходите на улицу без шапки. А кто занимается, кстати, серфинг, вот где-то там в Америке или в Австралии, у меня, я знаю таких людей, они все надевают специальные рубашки для моря. Они не мусульмане, они не ортодоксальные евреи. Это не зацеломудрие никаким образом, но это потому, что действительно это очень опасно. Так больше вам скажу, приезжают люди в паломничество, например, на Святую Землю, да, помолиться. Паломники, ну то есть предполагается, что они приехали сюда не загорать. Нет, все церковные люди. Как только они попадают в пустыню или попадают куда-то, где вот открытая местность, они тут же снимают с себя все, остаются, простите, чуть ли не в неглиже, и они начинают активно загорать. А как же мы приедем, не загорелые-то, белые-то все? А я тогда еще был вот довольно молодой, такой молодой отец, молодой папа. И я, как бы, вы знаете, вот столько жалоб получил, потому что я пытался как-то уму-разуму как бы вот доносить этим, как бы вот паломницам. Загорающим, оголенным паломницам. Это страшное дело, потому что на другой день у тебя весь автобус красный, и вопрос один. Ой, а у вас ничего тут нету, вот от ожога кожи, начинается сбор. Там у кого спасатель в группе, кто советует сметанкой помазать? Не-не, алло и вера. Алло и вера, алло и вера хорошо помогает, да, у нас она растет прямо на улице, можно где-то сорвать, помазать. Вот подумайте на минутку, жара, вот если мы с вами обратимся, ведь каждое слово, каждое понятие имеет свой символ. В древних культурах, религиях, ну у нас в Библии тоже, да, вот какой символ вообще, что означает обычно огонь? В древних, сейчас не про Библию, скажем, а про древние культуры, традиции, символ чего огонь? Ну, у древних, то, что называется досократических философов, например, у Гераклита, вообще всю вселенную это огонь, то есть были разные философы. Были философы, которые считали, что самые главные стихи это вода, а другие считали, что огонь. А Гераклит, который я очень люблю, он считал, что главный принцип в мире это огненный, не водяной, а огненный принцип. А люди, которые действительно жили в Древней Греции или в Палестина, или, простите, люди, как я, которые выросли здесь, они действительно имеют вот эту огненную энергию. Это вещь положительная, но с другой стороны, этот огонь может иногда быть абсолютно неуправляемый, тогда опасно, тогда надо, чтобы была вода. Огонь – это все поглощающая сила, живущая, дышащая, рождающая, перерождающая. Огонь – это всеразрушающая сила. Огонь – это еще плотская страсть, горячка безумия, распаление гневом. Есть и другой вид огня. Огонь невещественный – одно из свойств Божиих. Божественный огонь воспламеняет любовью сердце человека, попаляет грехи. Вещественный огонь изменяет материю, перерождает ее. Он является символом огня божественного. А я вот не поленилась и зашла в симфонию библейскую и посмотрела, в какой коннотации употребляется слово «жара» в Библии. Оно упоминается всего, упоминается слово «жара» в Библии всего шесть раз. И вот, послушайте, само говорит за себя. Книга Бытия. Называется «не в бровь, а в глаз». Это прямо, можно сказать, если перевести эти слова на нынешний момент, это то, что происходит. Сейчас таяние ледников. Мы с вами все читали, слышали, мы не будем повторять все эти прогнозы, теории про глобальное потепление, про таяние ледников, про то, как жара поглощает вот эту воду ледниковую. И посмотрите, также преисподняя будет поглощать грешников. Это очень сильный символ. Дальше, опять же, Иов. Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара. Притчи. Уголь для жара и дрова для огня, а человек сварливый для рожжения ссоры. Деяние. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Инноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верный этот человек – убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. То есть мы видим, что огонь – это область действия дьявола в данном случае, и из огня исходит смерть, которую Павел побеждает силою Духа Святаго, силою благодати Божией. Из притчи Соломоновых «Очи Господа на любящих его» – Сирах. «Он – могущественная защита и крепкая опора, покров от зноя и покров от полуденного жара, охранение от преткновения и защита от падения». То есть в Библии жара, жар однозначно имеет коннотацию негативную. То есть нигде жара не описывается «не жился я под полудневным зноем, и кожа моя покрывалась бронзовым загаром». Но это иногда само тело Христово, когда мы читаем молитву и причастие, если я не ошибаюсь, там тоже уголь, тело Христово – это как уголь, который пожирает. А это уже другое значение. Это положительное, но это опять, это что-то, которое разрушает то, что должно разрушиться. И изменяет. И меняет его вот в другую сторону, вот тут в лучшем. Но здесь уже говорится об огне божественном, об огне божественной благодати. А он, как известно, не опаляет в физическом смысле, как, помните, неопалимая купина – это огонь невещественного, неземного происхождения. Он не жжет, и он имеет совсем иное свойство. Это огонь небесный, это божественная благодать, божественная энергия, которая, да, иногда может иметь форму огня здесь на земле, но огня, который не жжет, как в Библии. Это сказано, как неопалимая купина, самый яркий здесь пример. Ну или, как в случае с Ильей Пророком, да, огонь, который пожег жертву, которую Илья, помните, на горе Кармель принес, посрамил так языческих жрецов бога Ваала. И тогда это огонь очищающий и трансформирующий. Бесспорно, что несмотря на то, что есть то, что называется у нас в православии божественные имена, это разные образы, которые используют авторы Библии для того, чтобы дать нам представление о Боге. Верно, и огонь тоже один из этих божественных имен, и даже жара, и солнце, понятно. Но если мы откроем Библию, которая была написана здесь, мы увидим, что в основном вода – это хорошо, огонь – это обычно плохо, то есть дождь, роса – это образ благодати, что огонь исходит из преисподней земли и идет наверх, пытается идти вверх, а вода наоборот, Господь не спасает нам сверху вниз, то есть и от этого что-то рождает. Так что, в принципе, однозначно, если мы смотрим на Библию, дождь, роса, вода – это хорошо, огонь – это плохо. Я хотела добавить про ветер. Господь является в Библии в тихом дуновении ветра. Да, как дух, как ветер. То есть однозначно, Господь – это ветер, это вода, это тень, которая нас защищает от полдневного жара и зноя наших страстей и грехов, которая питает нас и дает нам жизненными словами. Библейские авторы, они бы не согласились с Гераклитом, который для него главный принцип – это огонь. Я бы сказал, более того, не только в Библии, даже в Коране или у древних месопотамских религий в основном или вечерний ветер – это символ Божий, это дух, или вода. То есть это однозначно вода, ветер – хорошо, огонь – плохо. Туризм – тоже плохо. А почему? И часто люди даже спрашивают, они говорят, ну вы же заработали таким образом. Для того, чтобы понять, почему туризм плохо, надо в нём поработать, пожить в нём. Даже не столько поработать в смысле, что «ах, мы такие коварные гиды, хитрые, мы деньги зарабатываем». Не в этом дело. Изнутри почувствовать состояние туристов, паломников, хозяев отелей, хозяев магазинов, гидов, водителей. Вот когда ты всё это складываешь, принц Чарльз сказал, что туризм – это национальная проституция. Его отец. Его отец, да. Филипп. Филипп, принц Филипп. Ох, ну тем да, это, конечно, только он мог такое сказать, никогда не скупился на слова острые. Понимаете ли, есть огромная разница между туризмом и путешествием, между туризмом и гостеванием, поездкой в гости. Если мы с Рафаэлом где-то осуждаем туризм, плохо о нём говорим, мы же не имеем в виду, дорогие мои, принятие гостей с другой страны, принятие людей, которые приехали к нам в страну узнать, наполниться, ощутить, смирить где-то свои, может быть, представления, понятия, приспособиться к новым, впитать. А мы говорим про людей, которые приехали потреблять. Это совсем другая история. И когда мы сейчас видим горящие в Турции отели, мы очень хорошо представляем контингент, у нас тоже такой же точно был. Это страшно, это грустно. Более того, мне важно тоже ещё один момент объяснить. Иногда бывает такое возражение, но паломничество это же другое, а вот люди молятся. А дело в том, что настолько вот эти туристические системы, они настолько сильны, что они могут губить даже вот люди с хорошими намерениями, которые хотят действительно. Ну что плохого в том, что человек путешествует в другую страну, фотографирует, показывает потом другим людям у себя дома. Ну это же хорошо, это же неплохо. А проблема в том, что система сама уже как бы больная, совсем больная, нездоровая. И порождает такой вот действительно дебилизм, я бы сказал. А главное унифицированность. Вот вы посмотрите на этот I love. Вот эти вот I love, они стоят по всему миру. По всему миру, вы подумайте о футболке с этими I love'ами. Те же самые футболки везде. А дело в том, что каждый город имеет свой образ, свой дух, свой привкус. Вот каждый город это уникальное, действительно уникальное, действительно любовь. Я люблю города. Вот каждый город, что ли Барселона, Рим, Лондон, Иерусалим. Новосибирск, не знаю. Конечно, они имеют свои особенности, но как только ты пытаешься их выравнивать, как вот одинаковые, вот отметился, я сделал селфи около I love Jerusalem, ура! Это уже означает, что как бы это пошлятина. И не только это, на каждом историческом месте обязательно должны продаваться сувениры с каким-то видом этого исторического места или символом. Обязательно кружки, футболки, вот набор, понимаете? То же самое происходит в монастырях, кружка из Сидоровой пустыни. Деланы в основном в Китае. Смотрите, это другое. Я хохламы уважаю. Я, например, хевронское стекло люблю. Но как ни удивительно, когда у меня были даже паломники, последнее, что их интересовало, это какие-то самобытные изделия, которые сделали здесь. Как только я им показывал, действительно, наши изделия из оливкового дерева или из стекла... Ой, это неинтересно, это дорого или незнакомо. Глаз ищет штампованной продукции. И сразу Китай, где Китай, где Китай? То есть это так. И что получается? Жару превратили в желанный туристический отдых. И вот люди хотели и получили его. Получили жару. Теперь от жары спасаемся кондиционерами. Кондиционеры уже не помогают, потому что электричество... Ухудшает состояние. Электричества не хватает, а мало того, все способы, которыми человечество сейчас борется с жарой, как говорят нам учёные, они усугубляют глобальное потепление. То есть, иными словами, бороться с жарой можно одним способом. Перестать любить жару, перестать пользоваться благами цивилизации вот так широко, как мы пользуемся, как бы это ни было трудно и тяжко. Вернуться к природе. А мы идём от природы. Мы недавно смотрели фильм «Обливиен». Я очень рекомендую его посмотреть всем. «Обливиен» в переводе – это забвение, забытьё, забвение. Но его почему-то в русском прокате вот так и написали. «Обливиен» получил очень хорошую критику, тёплую в России. Это один из последних, наверное, фильмов Тома Круза. И как раз там Том Круза и Ольга Куриленко, великолепный дуэт. Там земля после катастрофы. И живут люди на вышках, уже таких вышках, что они выше облаков. Вот там всё у них искусственное, уже и воздух искусственный, и стерильность такая хай-тековская, да, просто совсем идеальная. Знаете, такой жизнь на 528-м этаже, да, примерно так, вышки такие. И вот когда, я не буду рассказывать сейчас о сюжете фильма, это длинно будет, и посмотрите сами. Когда я представляю, ну вот хорошо, как вот сейчас будет глобальное потепление. Вот сейчас будет повышена температура воздуха на планете Земля, в среднем там нам говорят учёные, почти 2 градуса. Это критично для многих стран. Даже президент страны РФ как бы уже предупреждал, что будет так. Подтвердил, да. Он хотя бы не отрицает этого. В России это будет 6 градусов. Учёные говорят, что Россия континентальная страна, и она прогревается быстрее. Соответственно, выход какой? Электричество всех кондиционерами обеспечить не хватит. Кондиционеры и любая техника увеличивают потепление. Надо жить повыше. Вот я сейчас на горе сижу, мне хорошо. Ага, значит, это вышки строить. И я просто увидела. Но они фактически предсказали наше будущее. Жить просто уже там в облаках, где хоть как-то можно будет прохладу какую-то иметь. А вот вместо того, чтобы об этом говорят, я смотрел разные СМИ сейчас в России, как об этом говорят. Вместо того, чтобы объяснить людям, что происходит, что в Германии, например, страшнейшие потопы. Как бы это не какой-то Бангладеш. В моём детстве это именно показывали постоянно, как потопы в Бангладеш или в Китай. Это в развитые страны сейчас происходят страшнейшие беды. А люди показывают, что как семьи гуляют как бы у фонтанов там как бы где, в Саратове, в Двороте. То, что люди загорают в купальниках посреди города. Это ещё повод просто показать как бы красивых молодых людей, как бы вот, лёгко одетых, как бы вот в газетах. То есть это просто повод для этого, чтобы продать как бы свои, как бы эти самые. Так что на самом деле я думаю, что и туризм, то есть это как потребность, как бы мне, например, сейчас скучно. Я куда-то полечу, и мне будет круто. Я потом вернусь. И как бы это вечно. Это на самом деле очень искусственный способ жить, скажем так. И турист, он обычно не погружается вместе с местным населением. Он обычно его останавливает. Есть какие-то, как buffers по-русски. Буфера какие-то есть, понимаете, местное население ограждает себя и свою культуру от туристов. Нет, и турист тоже... Всегда есть туристический вариант. Нет, я не это хотел сказать. Всегда есть ещё вокруг туриста очень много вещей. Агенты, гиды даже, как бы, которые попытаются сделать так, чтобы он не общался с местным населением. Это, к сожалению, так. Человек сидит обычно в туристическом автобусе, или, если он, как частный, в своём Airbnb, и он ничего не видит. Как учат гидов на курсах. Вы должны делать так, чтобы от страны у человека было, ну, самое классное впечатление. Чтобы он все деньги оставил тут и сто раз сюда приехал. Это часто как пропаганда. Правда не нужна. Пропаганда. Правда не нужна. Ни о народе, ни о стране, ни о культуре, ни о религии. Нужен некий лакированный вариант. И поэтому я сейчас в разных странах, где туризм, и где сейчас бывают большие экономические проблемы, как в Испании, в Италии, в Греции, люди иногда даже не понимают, почему граффиты против туристов. Tourists go away. Tourists terrorists. Почему? Откуда? Почему они? Разве они... Почему они не гостоприимны? А дело не в гостоприимстве. Они понимают, что те, которые приходят, они приходят как оккупанты. Но остается путешествие. Путешествие – это совсем другой вид туризма. Во-первых, путешественник не ищет жары, комфорта и кайфа. Путешественник – он всегда исследователь. То есть путешественник ищет обогатиться, проникнуть, прислушаться, присмотреться. Даже язык немножко выучит. Он выучит немножко язык, он глубоко изучит культуру, религию. Он совершенно с другим настроением приезжает. И вот путешествие – это дело благороднейшее. И всегда, кстати, до большинства народов мира, какие гостеприимные сербы, а какие гостеприимные греки, а болгары-то, а грузины. Слушайте, а французы в деревнях какие гостеприимные? Вы сейчас начнете перечислять, ни одной страны нет. Да, конечно, гостеприимное. Гостеприимство – оно в культуре и в религиях большинства людей планеты Земля. Я могу сказать, что мне всегда приятно и даже лестно, когда изо всех разных направлений люди именно выбирают мою страну. Это любой нормальный, здоровый человек, когда он видит, что иностранец пришел, гость пришел, значит, это от Бога. Но это же как бы, ну это не божественный турист, а божественный там иностранец или чужеземец – это вполне как бы принято в культуру. А как Библия относится к туризму? В Библии вообще есть примеры туризма? Вот такой у меня вопрос возник. Это всегда будет просто враг, оккупант, как бы искушение. А странник, странник – это обязательно, это заповедь как бы относиться хорошо к стране. Они приходили. Вот Авраам. Авраам пришел сюда, и он аккуратно поселился в Хевроне, для того, на горах, не в долине, на горах, чтобы не мешать земледельцам, которые были внизу, местным и не входить с ними в конфликт. Когда умерла цара, он скромно попросил разрешения похоронить, купить эту землю, да? Но Господь, Христос, Он мыл ноги своих учеников. Почему мыть ноги так важно? Мыть ноги. Именно в наших жарких странах, когда человек ходит и пыльно, и ужасно, и уже неприятно, первое, что ты хочешь, даже не мыть лицо, а это мыть ноги. Ты моешь ноги, и сразу все тело хорошо тебе, как бы вот. Так же Христос, что сказал, что кто войдет в царство небесное, кто попоит, как бы, напоит, как бы, вот, чаши холодной воды. Это тоже, это гостеприимство, это означает, странник пришел, как я могу от этого отказаться? У бедуинов есть такие понятия, что даже если враг, ну, человек, который оказался из другого народа или из народа, который ты с ним воюешь, если он пришел к тебе как гость, ты его принимаешь. Они даже по-арабски что говорят до сих пор? Не только бедуины, все арабы. Ахлан у сахлан. Это означает наш шатер, ваш шатер, как бы, вот это то, что наше, ваше. Добро пожаловать по-арабски. Но в Библии вообще никогда не ходят люди без цели. То есть никогда не ходят просто поглядеть, как другие живут. Обязательно есть цель, обязательно есть миссия какая-то, с которой человек идет, да? Обязательно есть доброе или злое отношение, или враг, или добрый странник. Но вот это понятие мотания по городам и странам... Любопитство. Иногда это просто праздное любопитство. Вся Европа за 10 дней. Праздное любопитство. Да, там, три дня в Израиле. Зачем? Да, я туристический гид, но я всегда старалась ломать это своими рассказами, тем, как я вела экскурсии. Иногда мы сами ломались из-за этого. Как я вела свои экскурсии, я старалась, чтобы у людей жизнь изменилась за эту неделю, чтобы у них взгляд на Евангелие, на себя, на Бога изменился. Я старалась превращать это в гостевание. Они были мои и Саида гости. Саид это наш водитель, он и с мужем работал, и со мной. Вот мы с Саидом, кто-то даже пошутил про нас и сказал, вы папа и мама группы. Я говорю, да, мы по-другому не понимаем. Мы занимаемся всем, не только экскурсоведением, а всеми проблемами группы. Благочестивый человек и действительно очень ответственный. Всегда он как-то, он понял, я палестинец, если вот эти люди, они пришли, даже если они другой религии, я их вожу, они именно выбрали мой автобус, они именно под мою вот там крышу, значит, я должен вот делать всё, что можно. Угощать за всё. И за конфетки, которыми мы их будем угощать совершенно бесплатно, и чтобы автобус был идеально чистым, стыдно, люди в гости пришли. То есть мы старались. Если кто-то думает, что это было ради денег, это вы ошибаетесь. Да нет, нет, деньги от этого не зависят. Ну, какая разница? Это просто наше было старание. Но мы страдали, мы страдали от туристической машины, в которой мы находились. В какой-то степени, да, мы рады, что мы сейчас не в этом. Мы видим прямую связь, друзья мои, между глобальным потеплением, жарой и туризмом. Прямая связь. Надеюсь, вы её проследили в нашем размышлении тоже. Мы поэтому сразу, когда начался этот нынешний кризис, мы открыли топус, и мы предлагали всем нашим коллегам, кто хочет, пожалуйста, кто не хочет, считает, что вот скоро-скоро вот вернётся туризм. Вот сейчас уже люди со мной переписаны. Я думаю, что то, что было, вряд ли сейчас вернётся. Я надеюсь, что будет некая какая-то другая форма, другой способ узнать места, как бы мы постараемся быть в курсе всех этих дел, пока мы держим с вами связи и через наш канал, и через наш сайт топус, который я сейчас не рекламирую, это просто действительно наша идеология. Ну и настоящие путешественники уже наш сайт очень даже полюбили, смотрят видеоэкскурсии, готовятся к будущим своим серьёзным путешествиям, исследуют страны. Наши гиды из разных стран, Италия, Франция, Испания, Турция, у нас много с нами работают серьёзных гидов. И по России много гидов, сейчас всё больше к нам примыкают. Они стараются нести свет просвещения культуры, истории людям, для того, чтобы люди сейчас, сидя дома, перестали быть туристами, которым нужны пальмы, кокосы, пляж. То есть, понимаете, это самое страшное. Футболки. Это самое страшное. Селфи и всё. Это, то есть... Ну что, наверное, нам пора прощаться. Я надеюсь, что наши размышления были вам интересны. Делитесь своими. И мы надеемся, что мы сможем по-прежнему выходить в эфир как можно чаще. Всего хорошего. До встречи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»